они скомпилировали нам исходный лямбда терм в некоторый язык или который мы специально выбрали язык промежуточного представления это значит какой-то язык это это подмножество в одном случае хаскали в другом рейкета но все что есть в этом языке это оператор расширяющий текущий обход и оператор потока управления куда куда перейти дальше то есть мы хорошо мэри мы реализовали наши мы взяли мы взяли наш нашу трассирующую нормализацию реализовали ее на хаске да теперь теперь я немножко совру я предупреждаю но я совру чтобы это было результат результат от этого не изменится воспользовались второй проекции футами мы взяли специализатор отдали ему процедуру нормализации да да его конечно нет поэтому мы мы написали генерирующее расширение то есть просто если знаешь что хорошо да мы написали генерирующее расширение подставили ему процедуру нормализации и она сгенерировала нам просто код да где который то есть который который симулирует построение обхода нет значит что такое дженеративный станции ты знаешь отлично квадратики хорошо значит скажем так у нас есть чудесный бокс которому мы на вход далее процедуру нормализации вот этот трассирующий да мы дали ему на вход да 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 реализованный на хаске да далее ему на вход дальше мы даем ему на вход лямбда терм какой-нибудь м до какой-то конкретный лямбда терм да и он для этого конкретного лямбда терм и выкидывает нам программу на некотором промежуточном языке так вот этот промежуточный язык в нем есть по сути две операции это интуитивно операция расширить текущий траверсал от текущий обход и вызови следующую функцию такую-то все да значит в чем смысл мы взяли вот эту процедуру нормализации от лямбда терм значит вот здесь вот эта программа что она делает она симулирует с собой нормализацию термо путем построения обхода она у себя в голове строит обход по всем нашим правилам вот этого конкретного термо вот если запустить вот эту программу у нее нет входных данных если запустить вот эту программу то она будет симулировать нормализацию вот трассирующую нормализацию вот этого лямбда термо строить у себя в голове этот обход и если завершится выдаст результат нормальную форму если не завершится это значит что исходы процедуры нормализации вы здесь не завершалась значит почему это так интересно да потому что значит есть вот эти чудесные специализаторы есть там специализатор микс самый применимый автоматический специализатор для для некоторого под множество с ким и по моему в том числе есть версия для рэкет для того чтобы значит 2 проекция футамура она может генерировать компиляторы по интерпретатору ты даешь интерпретатор она тебе не дает компилятор языка но для того чтобы компилятор получился хороший дать читаемый похожий на нормальный компилятор для того чтобы значит вот это значит мы хотим здесь on mix дать ему on mix и дать ему интерпретатор некоторого языка и вот эта штука выдаст нам компилятор находит компилятор будет хороший это такой известный факт если вот у этой у этого интерпретатора было конечное количество точек специализации и вот эта штука и потому что мы получили специализировать хорошо за счет мы на самом деле скомпилировали но смысл то есть смысл в том что вот у тебя есть процедура нормализация есть терм и ты можешь его компилировать в некоторый язык промежуточного представления подожди и этот язык обладает некоторыми интересующими нас свойствами а именно что в этом языке от лям до выражения не осталось ничего это код да как этом оперативный код в котором в котором есть два типа операции которые нам интересны и больше ничего нет и значит игровая семантика когда ты строишь ее для некоторого термо она строит свои обходы так вот наша высокая цель которая пока не достигнута но мы очень надеемся открытый вопрос дальше что мы хотим вот чтобы этот язык промежуточного представления стал языком для выражения семантик и языков других для лям до вычки исчисления это хорошо работает для просто для нетипизированного лям до исчисления для других языков пока не очень хорошо нам очень надеемся что будет работать это пока открытый вопрос но вот например задачу чтобы взять специализатор самому применить к интерпретатор нам до исчисления получить нормальный компилятор ну вот она решает какие то другие пока нет да TO Это такое пожелание на будущее, то есть идея в том, чтобы применить анализацию задачи оптимизирующей регуляции в ситуации, когда есть программа, и известно, что вратные данные для этого не любые возможные, а какие-то ограниченные, ну, 5, показатели на 3-30 период, для такого значения, и тогда будет уже, может быть, более оптиматная программа, и вот это не только позволяет такие программы получить, правильно? Ну, грубо говоря. Вот, ну, в общем, это, так сказать, сколько времени сейчас у нас? Без 10. Да, ну, еще, может, вопросы будут, в общем? Да, я думаю, что это можно, существенного особо больше нет, поэтому я думаю, что это можно остановиться. Да, значит, ну, тогда давайте я... Можно выставить назад? Да. Вот, был итог? На слайд назад он был страшный, его лучше не смотреть. А что там было? Ну, времени назад на какие-то не переключаются. А, правильцы? Это особая наука, называется метод вычисления. Да. Я не буду забраться. Ну, долго, в общем, переслали в Советский раз, в Казахстане, происходит конференция. Я не уверен, что там были доплаты, они у нас только-то там встретились. Вот. Там идея в том, чтобы придумать методы регрессования программ, которые из программ делают более оптимальную программу. а на части, и можно тогда программу преобразовать, чтобы она на этой части работала гораздо лучше, чем на исходной программе. То есть опыт применения вести служеб, за счет такой программы можно активизировать. И вот, я так понял, туда есть интерес к тому, чтобы высокую науку программы осуществления перейти в поиск таких вот реобразователей программ. Но, наверное, еще и важное значение имеет 8 других форм нахождения нормальной формы, в частности распараллельного обхода. Ну, распараллельного обхода там есть только такое очевидное. Когда мы дошли до некоторой переменной, вместо которой нам нечего подставить, можем рекурсивно применится к аргументам, вот, а дальше как бы как-нибудь это распараллельность умнее, ну, я, честно говоря, не уверен, что можно. Но есть ощущение, что как раз это, ну, это самое ключевое направление оптимизации. То есть, вот, где вот это обходы, это как раз выхождение нормальной формы, чем быстрее она будет пойти, тем лучше, и вот, по-моему, здесь не помешает. Ну, возможно. Вот, ну, и в целом это, так сказать, очень сейчас востребованное направление, но в особенности те, кто небольшие данные занимается, там как раз вот все эти функционирования для программирования, для назначения обработки данных используются в полную силу. Вот, ну, что, я очень рад, тем как сегодня у нас прошло семинар. Давайте, пожалуйста, итаковать. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, и по вопросу, если у вас есть, пожалуйста. Что нужно знать, чтобы понять, что произошло вот здесь? Я просто вообще... А, ну, смотрите... Да, в общем, по сути дела, нужно знать лямты исчисления, все остальное не очень сильно важно. Нужно знать какие-то основные понятия для лямты исчисления. Просто, да, если вы видите их совсем первый раз, наверное, понять это тяжело. Вот на первых двух слайдах там были такие чудесные вещи. Да, там загадываются... Я думаю, что сейчас, на самом деле, бесполезно объяснять, но... Я думаю, что мы исчем от вычисления значения функций, которые были в программе от определенных основных значений путем упрощения вот этого гернара, то есть построения элитических перехода, герои, если вón есть, да, всего лишь ценят Я думаю, что тут, да, я знаю. Что там в понятию. Первыйでしょう. Опять тот, что нам просто разбираться... Больше всё равно DISMIS rider form, в основном. интересного вы знаете хаски хорошо спасибо